Очень часто говорят, что журналисты — это те люди, которые превращают кофе в интересные истории. На самом деле кофе, конечно, помогает некоторым, но интересные истории получаются не из этого напитка. Они получаются из ваших разговоров, из ваших наблюдений, из изучения документов. И вот этот вопрос, какую тему вы хотели бы осветить в своем материале, этот вопрос ставит в тупик 90% начинающих журналистов, которые приходят в редакцию. Или редактор говорит, пойди принеси какую-нибудь тему. Что это значит? Куда пойти? Откуда принеси? Сейчас мы с вами разберемся, что такое тема для журналистского материала и откуда, собственно, она берется. Тема — это то, что привлекает внимание. Тема — это то, что достойно изучения, привлечения внимания аудитории, акцентирования внимания на каком-то явлении. И вот здесь вырабатывается некое журналистское чутье. Вы потом с опытом сможете идти по улице и прямо показывать «ммм, тема, ммм, тема», или слышать разговоры людей, или читать их сообщения в социальных сетях и сортировать. Вот это не пойдет в материал, а вот это очень интересно. Это потом приходит с опытом, но вначале очень тяжело сориентироваться, что достойно, а что недостойно тематики. Конечно, было бы классно, если бы рядом с вами был наставник, который подсказывал вам, помогал и разговаривал с вами. Вы приносите список из 20 идей, которые у вас рождаются, а человек говорит «ммм, это вот недостаточно, вот здесь вот не хватает там фактуры, а вот здесь это не для нашей аудитории». Если бы такой наставник был у каждого начинающего журналиста, как классно было бы. Но, к сожалению, не всегда нам везет, поэтому приходится разбираться самостоятельно. Итак, смотрим в первую очередь на ленты новостей. Причем не просто на ленты новостей ваших конкурентов или вообще, в принципе, городских или региональных медиа. Мы смотрим, что из этого получает наибольшая посещаемость, большее количество комментариев. То есть, как только мы видим, что аудитория откликается на какое-то сообщение, мы обращаем на него внимание и задаем себе вопрос. Что в этом сообщении вызвало человеческий интерес? Конечно, мне каждый первый скажет, особенно опытные редакторы скажут, «Конечно, криминал, ДТП, взрывы газа будут всегда самые посещаемые». Да, конечно, будут, потому что все, что вызывает страх за свою безопасность и есть какая-то угроза моей жизни в этом городе, это инстинктивно вызывает у нас желание узнать, типа, где случилось, не затронуло ли это меня. Но что именно в этом материале вызывает у людей интерес? Где это происходит? Или с какой регулярностью? Почему так повторяющиеся события? Ну там, ДТП на одном и том же перекрестке, на одном и том же перекрестке? Мы смотрим на популярную тематику, но задаем более абстрактные вопросы. Почему для людей это важно? Что именно в этом событии их больше всего возмущает, бесит, вдохновляет, удивляет? Попробуйте выйти, посмотреть на эти новости, которые популярны в вашем городе, выйти на чуть более абстрактный уровень. Если в комментариях вы видите, да постоянно ДТП на этом перекрестке, это тема для материала, почему на этом перекрестке чаще всего случаются ДТП. То есть мы отталкиваемся от новости, мы ее не дублируем, мы ее не переписываем, мы не придаем ей какой-то более красивый мультимедийный вид. Мы вдумываемся в содержание, что там стоит за этим событием, почему это событие повторяется. Если мы говорим, ну берем этот пример с перекрестком и ДТП, нам нужно найти людей, которые нам смогут объяснить, что такого на этом конкретном перекрестке в городе, что вызывает повторяемость ДТП. Там как-то неправильно синхронизированы светофоры, там как-то непродуман объезд, поворот, что там такое происходит, почему там эти события повторяются. Как только вы находите эксперта, вы уже отталкиваетесь от актуальной темы, очень часто на этом перекрестке возникают ДТП, вы находите эксперта, который представляет вам позицию, и у вас уже развернутый материал, а не просто информашка. То есть вы таким образом вырастили тему из новости. Ну возьмем что-нибудь другое, что-нибудь не такое криминальное, не такое ДТПшное. Скучные, отвратительные совещания всяких администраций, всяких департаментов по нанесению добра всяким департаментам. Часто они обсуждают действительно важные для бюрократических вот этих вот кругов вопросы, но там часто принимаются решения, которые влияют на жизнь горожанина. Что-то изменится в жизни города от того, что будет принято то или иное решение. Вы приходите на это совещание, либо вы получаете расшифровку, либо, ну только не пресс-релиз, а действительно то, что там говорили, а не то, что пресс-служба там уже отсортировала и выдала самый такой красивенький, красивенький вид. Вы смотрите на эти расшифровки, либо вы присутствуете физически на этом мероприятии. И когда вы слышите, что будет приниматься то или иное решение, либо подписывается то или иное постановление, вы задаете себе вопрос, как это повлияет на жизнь человека в городе. Что изменится? Увеличится ли, там, не знаю, количество штрафов или величина штрафа? Или то, что раньше было разрешено, теперь будет запрещено? Что-то изменится в связи с принятием того или иного решения, там, думой городской, либо там законодательным собранием, каким-то принимающим решения государственным органам. Вы смотрите, задаете вопрос, что изменится в жизни обычного человека? И вот это зерно темы. Как только что-то в жизни человека меняется, люди будут об этом говорить, люди будут задавать бесконечные вопросы по этому поводу. И ваш материал, поднявший эту тему, он будет отвечать на эти вопросы жителей вашего региона или города. Следовательно, мы цепляемся, берем это ядро, что что-то изменится, и опять же, ищем специалистов, которые могут прокомментировать, которые эксперты. Они прокомментируют то, что изменится, в какой степени, насколько это важно, насколько это сложно. Лучше, конечно, спрашивать ни одного эксперта, чтобы не быть транслятором одной позиции. Встречаетесь с разными людьми, задаете одни и те же вопросы, сравниваете то, что они говорят. Дальше мы смотрим, кто вовлечен в это, чья жизнь изменится, и идем к этим горожанам задавать вопросы. Знаете ли вы, что планируется такое изменение? Знаете ли вы, как вы будете действовать, если это изменение будет принято? То есть вы продумываете у себя в голове, вы продумываете, какие люди вовлечены в это событие, и у каждого из них, у каждого типа, у каждой группы этих людей спрашиваете их отношения, их мнения, их уровень знания о тех изменениях, о которых вы узнали на заседаниях каких-нибудь правительств и администраций. Таким образом, вы выращиваете тему из события, из мероприятия какого-то заседания. Либо из документа, который вы анализируете. Принято постановление, вы внимательно прочитали, увидели изменения, подчеркнули и пошли по тому же самому кругу. Спрашиваем людей, вовлеченных в тему, и спрашиваем экспертов, которые в этом разбираются. И тогда это становится журналистикой. Тогда это становится не просто сообщением «Я услышал, вам передал». С этим справляется совершенно спокойно камера, которая просто сто процентов заседания транслирует в интернет. Журналистика это начинается в тот момент, когда вы, как автор, начинаете думать, сопоставлять, задавать вопросы и структурировать свой рассказ о теме, о важной теме для людей, для которых вы пишете. Вы структурируете рассказ, насколько это важно, почему, кто вовлечен, кто, по этому поводу разные люди думают. И это все упаковано в некий материал. Тогда это становится журналистикой. нет. Субтитры сделал DimaTorzok